Национального движения Михаила Саакашвили и его соратников, итогами состоявшихся 2 ноября, парламентских выборов власти во главе с Эдуардом Шевардадзе обвинили в фальсификации и потасовке голосов. Требовали пересчета, но потом оказалось, Саакашвили в любом случае собирался идти ва-банк. Национальное движение пришло во власть насильственным путем. Все 9 лет их нахождения во главе страны это сплошное насилие. Издевательство над собственным народом, которые держали в страхе, обманывали, грабили. Лучшее, что они могут сегодня сделать, объявить о распуске. Среди революционных лидеров особая роль не ногу Джанадзе. Она была председателем парламента и до революции, и после. Уверена, что если бы не слабость Эдуарда Шевардадзе, то ничего бы не произошло. Классическая революционная ситуация. Ветхи не могут, низы не хотят. Все как в школьных учебниках. К сожалению, Шевардадзе уже практически потерял контроль над своим окружением. Коррупция была такого масштаба, что она уже стала опасностью для национальной безопасности. Стагнация была абсолютная. Но начинался период застоя. Естественно, с этим новое поколение политиков мы не могли смириться. Сам Михаил Саакашвили, который в 2021 году незаконно пересек границу и в контейнере с молочными продуктами вернулся на родину, юбилей революции РОС отмечает за решеткой. Правда, находится не в тюрьме, а в больнице. Революция РОС в корне изменила жизнь в Грузии. Мы стали ведущей страной в регионе. Мы стали примером. И этого нам не простили. Нужно движение вперед. В 2024 году мы непременно придем к власти. Я полон сил и возглавлю борьбу. Он столько симулировал, что ему никто уже не верит. Собственной партии уже не верит. То он болит, сейчас говорит, что рвется в бой, то у него 38 болезней, то совсем здоровый. Национальное движение Михаила Саакашвили разделено на конкурирующие и противостоящие друг другу группы. Одни ездят по зарубежью, встречаются с эмигрантами и агитируют в лица в компанию свободу. Миша. Другие жалуются на отсутствие рейтинга и обвиняют коллег в неправильной стратегии. Даже круглая дата революции РОС не смогла объединить. Говорят, что на старом фундаменте нового здания не построить. Михаил Рубакидзе, Печаса Мадашвили, МИР24. Ледяной подарок. В Минске открылись первые катки. Работают с утра до позднего вечера. Моя коллега Ангелина Казарцева опробовала лед. Затянув шнурки потуже, надеть перчатки и шарф и открыть зимний сезон на катке. Многие меньшане ждали этого с нетерпением. До праздников еще чуть больше месяца, но новогоднее настроение уже проснулось. Субтитры создавал DimaTorzok